Вот и пришла еще одна неделя, а значит настало время новостей. Ну, вперед как бы. Долгожданная обнова в ArcheAge. 27 марта на сервера ArcheAge был добавлен северный континент, состоящий из 6 локаций. Теперь самый сильный клан на сервере может захватить одну из локаций и возвести там собственный замок. Но чтобы и скучно не было, можно порыбачить. Рыбалка же, к слову, непростая. Помимо рыбы там всякой, достать вещи можно и посерьезнее, на вроде кусков Акхиума или даже дельфийских звезд. Но так как мы живем в России, то теперь у нас есть возможность вырастить собственного медведя. Главное, чтобы американцы об этом не узнали. Oculus VR поедалась таки за 2 миллиарда не Абыкому, а Фейсбуку. Но это, конечно, не удивительно, ведь созданием шлема виртуальной реальности занимались только они, ну и еще Sony. Так что рано или поздно они привлекли бы к себе внимание богатеев. Но нафига шлем виртуальной реальности в Фейсбук непонятно. Сами они утверждают, что собираются использовать шлем не только в развлекательных сферах, но и в образовательных. Хотя что-то как-то мало верится, но время покажет. Хоррор-выживальщик The Forest, разразившийся трейлером на прошлой неделе, обзавелся новыми скейншотами. Игру делают на движке Unity 4. Выглядит, конечно, впечатляюще, но скейншоты и трейлер зачастую сильно отличаются от готового продукта. И как оно будет в этот раз, мы сможем узнать позже, когда игра выйдет, а появится она 22 мая нынешнего года в Steam Early Access. Печальная или не очень новость для любителей консольных утех. Arma 3 от Bohemia Interactive никогда не появится на консоли. Как заявил глава проекта Йорис Ян Ван Лэндсу и беседит с журналистами. Студия совсем не против консолей. Просто команда уверена, что Arma 3 это чисто компьютерный проект, который совершенно не подходит для прочих платформ. Объяснил он это тем, что при переносе игр с ПК на консоль пришлось бы переделывать у появления интерфейса и многие другие важные вещи. К тому же студия имеет горький опыт портирования Arma 2 на Xbox 360. Так что в ближайшие два года команда разработчиков будет сфокусирована на обеспечении ПК-версии игры качественным контентом. Сокрушительный удар по читерам нанес Titanfall. Разработчики, так и как и обещали, сделали античит систему. Она ловит нечестных игроков и помещает их на сервер к их собратьям по читам. Если вы используете читы и были пойманы системой, то вас уже ничего не спасет. Поможет только путь истины и омовение игрой честной. Лишь тогда вы вновь сможете играть с нормальными игроками. Вот собственно и все новости за неделю. Это был пилотный выпуск. Впоследствии я планирую делать дайджест каждую неделю, пока мне это не надоест. Или пока я не сменю формат программы. А вы можете этому посодействовать, подписавшись на канал и оставив свои комментарии под выпуском. Мне интересно ваше мнение и я хочу его услышать. Ну а на этом у меня все и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok